Хоба! Привет, с вами доктор Влад! Меня смех разбирает, но вы посмотрите в самом конце, почему именно. Ладно, хорошо. Так, новости какие? Хорошие новости. Минздрав сообщил, что ситуация с коронавирусом в России идет по благоприятному сценарию. Кривая соотношение того, насколько быстро растет количество заболевших, сегодня идет по благоприятному сценарию. Он это уже сказал, какую-то мурашку. По словам министра, введенные меры повлияли на поступление больных и тяжесть больных. В России коронавирусом заразились 4149. Что-то как много-то, а? Ну ладно, посмотрим, что будет. Ну вот какие-то новости еще более-менее туда-сюда. Минпросвещение допустили летнее обучение школьников. Облом, ребята, облом. А нашим я вам рассказывал, уже им просто дипломы дадут об окончании и все. По почте перешлют. Так, вчера сын моей жены приезжал. Ну они там тоже дома же сидят. Конечно, никто не работает. Привед туалетной бумаги. Наверное, где-то посмотрел в телевизоре. Домой не заходил. Ну, ребят, это разумно. Ну у нас дверь стеклянная, так что пообщались они. Песков назвал условия сокращения режима нерабочих дней. Ну, если эпидемия снизится, то возможно, значит, исчезнет необходимость в применении вот этих вот мер режима нерабочих дней. Может быть, на работу пойдете. Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному. Исключение, если с вами пассажир, который находится на самоизоляции вместе с водителем. О как! Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России. Ну чё? А этот говорит, пик еще не пройден, Мишустин. Ну, они, наверное, не общаются. Вот первый там был, кто-то первый, да, который сказал, что у-у-у, ребята, благоприятный сценарий, все хорошо. А этот говорит, нет еще. Ну, посмотрим. Десятки бездействующих из-за коронавируса в аэропорту самолетов попали на видео. Самолет должен летать, ребята. Это как велосипед, он должен ездить. Ну, не знаю. Посмотрим. А, это в Питтсбурге? Не, в России ничего такого нет. Это Питтсбург. А в России они летают все. Проститутки в Германии пострадали от коронавируса секс-работницы. Пожаловались на закрытие борделя и им негде жить практически, потому что они жили прямо там при борделе. Слушайте, а это проблема. Ну, если оно есть, значит оно есть. Ну, куда деваться-то, да? Это в Германии. В России предрекли мусорный коллапс из-за коронавируса. Фу, 17 российских компаний, занимающихся вывозом отходов в 10 субъектах страны, оказались на грани банкротства. Ну, это еще на грани. Просят 30 миллиардов. Ну, дадут им 30 миллиардов, я думаю. Ну, нельзя же все в мусорь-то, да? Так, Белоруссия подтвердила покупку российской нефти по сверхнизкой цене. О, как, ребята, сверхнизкая. Супер. Ну, батька подсуетился. Российскому сухой суперджет Нью поменяют шасси. Вон чего. Ух ты. Зарубежные поменяют. Российские будут шасси. На лыжах его поставят, и все будет на лыжах. Жжжик его по асфальту. Нормалек. Москва на карантине, ни разу не смешно Как режим самоизоляции полностью изменил столицу Вот тут два мента стоят А Красная площадь пустая Батурина вернул лидерство в списке богатейших женщин России Потому что Бакальчук попала на то, что сейчас не работает Вот в чём дело А эта самая Батурина, она же где-то там, чёрт её знает, где живёт И там как-то ей было бы полегче Состояние не изменилось А основные активы расположены за пределами России Вот такие дела, ребята Минпромторг рекомендовал не менять режим продажи алкоголя Ну, наконец-то Ну, конечно, нельзя Ни в коем случае Отмечается, что изменение времени продажи алкоголя Может вызвать рост контрафакта и общественное напряжение Ну, додумались, молодцы, конечно Билл Гейтс рассказал, как победить коронавирус в США Три пункта Повсеместная изоляция Некоторые штаты до сих пор не объявили карантин Открыты пляжи и работают рестораны Да, есть такое Доступность массового тестирования на федеральном уровне Первыми должны пройти тестирование сотрудники экстренных служб и врачи Затем больные с ярко выраженной симптоматикой И люди, контактировавшие с ними Ну, правильно, всё, ну, молодец Научный подход к разработке вакцины от коронавируса И методов её лечения Не знаю, вот как фильм, посмотришь, да? Бах-бах, какой-то вирус Сразу там за три дня И делают против него что-то такое Какой-то препарат, вакцинацию А здесь что-то Не знаю Ну, а Путин поручил снизить стоимость ипотеки Ох, на Твиттере развернулись про эту ипотеку Я вам уже говорил Глупость несусветная Что-то нос чешется В России планируют начать тестирование беспилотных автомобилей Вы беспассажирные попробуйте протестируйте Нет ни пилота, ни пассажира Вообще никого нет Просто автомобиль едет и всё Просто так Так, Лешенка рассказал о своём самочувствии Чувствует себя нормально Больше у него вируса нету Долечью пневмонию Остальное потом Ну и хорошо Так, Меркель 3 апреля вернётся на работу после карантина Но она уже пришла Сегодня как раз 3 апреля Ну, молодец Ну и хорошо Хорошая девочка В центре Блохина приостановили лечение 6-ти онкобольных Потому что они контактировали с сотрудником и так далее Вот, чёрт возьми, да Как это плохо ФСБ сорвала два теракта в России Я сначала прочитал Соврала, думаю Так она и так всё время врёт Чё об этом писать Не, сорвала два теракта Чё хотели? Хотели Кремлёвскую башню взорвать? Нет? Не, в Ставрополье Да в Ставрополье вообще там террористы Каждый третий По-моему, я Ну, вообще-то я в Ставрополье не был Я в Краснодарском крае жил Вот там, да Там Чё-то какие-то всё бандиты Ну, я уже об этом говорил Умер дизайнер Сэрджио Росси Люксовый бренд обуви Ему было 84 года В Италии Коронавирус, да Город-крепость в Испании Спас себя от коронавируса Город Сара де ла Сьерра В Андалусии Был почти неприступным Средние века Благодаря уникальному местоположению Крепостным стенам И вот они, да Они где-то наверху Там и крепостные стены И вот они, значит Три У них четыре дороги Нет, пять дорог было Четыре они перекрыли На оставшуюся трассу Контролируют сотрудники полиции По ней в город заводят продовольствие Все грузовики перед въездом Тщательно моют и дезинфицируют Ну, ребята И это, конечно, молодцы Полторы тысячи человек там живет Четверть пенсионеры Ни одного больного Молодцы Так Коронавирус снизил А, тут было, знаете, как написано Дрожь земли он снизил Ну, дело в том, что сейчас транспорта нету Предприятий нету И вот сейчас земля поуспокоилась А я сразу вспомнил Был классный фильм Дрожь земли Ух, там вообще Кевин Бэйкон играет главную роль Посмотрите, кто не видел Прям И такой Приятненький сам по себе Фильм Он старый Ну, это не важно Так Дальше смотрим АвтоВАЗ попросил разрешение Работать в апреле Ну, не знаю Намеренно продолжить работу Несмотря на продленные Президентом выходные А кому они будут продавать-то? Ну, продавать-то кому будут? Ну, да Ну, зашел на пора валить Ну, парень пишет Ну, тоже я вам об этом говорил, ребята Ну, собственно, вот и произошло то Для чего это сообщество создавалось Пора валить Девять с половиной лет назад Я создал большой пост Который объяснял Почему вам надо уехать Из России Как можно скорее Вот он Ссылка, да Одни кивали головой Другие ничего не делали Другие называли меня Кликушей и понятер Третьи вообще не понимали О чем речь Ведь все прекрасно Самые умные Мигрировали еще до Крымнаша Да, я в 2005-м мигрировал Продав свою недвижимость Два-три раза дороже Чем она стоит сейчас В общем, 10 лет Я вам объяснял Что грядет задница И смотрите Вот она пришла Вот так сюрприз Но моя совесть чиста Я подробно объяснял Что все плохо Будет еще хуже Фух Да, ребята Несмотря на это Вы все не уехали Из России Да Совершенно верно Так И твиттер пошел Твиттер Под шумок коронавируса В Праге снесен памятник Маршалу Коневу Глава района Прага 6 Где располагался памятник Заявил У него не было маски на лице Ну, в общем Под шумок, ребята На самом деле Ну, фразы такие нельзя говорить Но Надоели русские Чехословатии Вспомните пражскую весну Что хотите Так Это что еще Как меня раздражают Эти богатые мальчики И девочки В белом пальто Которые пишут Нужно было откладывать На черный день Инвестировать Вы вообще В какой стране живете Здесь огромная часть населения Пытается на 20 тысяч Как-то прожить Эль Мюрид Вообще-то еще со времен История с Курском Можно было понять Что это трусливое ничтожество Сдаст Придаст И не поможет Никому Мы сегодня все В таком Курске Они ждут Когда мы закончим Стучать в переборку Да Второй раз Курск Вспоминают Так Путин отправил самолет С гуманитарной помощью В Сербию На борту будут Аппараты ИВЛ Спецоборудование И медикаменты Пока Путин вывозит Из России Медицинское оборудование Волонтеров Которые пытаются Помочь родным больницам Арестовывают Путинской полиции Да Это жуткий случай Хотели ввести В какой-то город А полиция их Не пустила Арестовала В общем Как-то так Да Вот я По ссылке Прошел Известия 2 апреля Да В Сербию Направляют гуманитарку Гуманитарную Ну тоже продадут Я думаю В Африке Развивается Любопытная ситуация Из-за пандемии Китайского коронавируса Африканские элиты Больше не могут Летать к своим врачам В Европу Азию На лечение Вместе с своим Разоренным населением Они остались Без медицинской помощи Ну ребята И в России То же самое Да Так Путин поручил Набиулиной К 1 мая Представить Подложение По повышению Доступности Ипотеки Это профессор Преображенский На твиттере Я вам уже Об этом говорил И вот его Комментарии К 1 мая Россиянам Можно предложить Ипотеку На коробке От холодильников С учетом Ожидаемого Материального Положения Россиян К 1 мая Только такая Ипотека Им будет доступна Вообще Конечно Идиотизм Полный Ипотека Еще Господи На пятый На пятый Последние Показываю Смотрите Как это делается Берется футболка Вот футболка С длинными рукавами Дальше Так Ее прикладываешь Вот так Ожидаемого и все готово понятно пока